Как взломать систему? Я платил за обучение в колледже в Техасе. Я просмотрел все способы, благодаря которым я мог получить бесплатное обучение в своем колледже, и в итоге было 4 варианта. Первый. Жениться на девушке из Техаса. Второй. Иметь свою собственность в Техасе на один год. Третий. Работать где-то в Техасе в течение одного года. Четвертый. Иметь собственный бизнес в Техасе в течение одного года. Поэтому, естественно, я начал делать свой бизнес. Я зарегистрировал свой бизнес в штате и платил налоги каждый квартал. У меня были нулевые расходы и нулевой доход каждый квартал. Поэтому я ничего не платил в виде налогов. Год спустя я поступил на бесплатное государственное обучение. Регистрация моего бизнеса обошлась мне примерно в 200 долларов и сэкономила десятки тысяч долларов. Святое дерьмо, да ты гений. Я собираюсь поступить в аспирантуру и обязательно буду изучать эту лазейку, которую ты нашел. Изменено. Я не считаю это мошенничеством, так как вы все делаете официально. Так ведь? Черт, да если вы боитесь, что вас могут осудить за мошенничество, тогда просто начните продавать какие-то маленькие и недорогие вещи в интернете. И в итоге платите налог в несколько долларов каждый год, и тогда к вам точно не будет никаких вопросов. Несмотря на это, я только что проверил. И страны, в которых я хотел бы учиться, всегда требуют, чтобы вы были жителем их страны, чтобы начать свой бизнес. Ну, это считается обманом в плане закона, а не на словах. Обучение в штатах дешевле для местных жителей на том основании, что они или их семья внесли налоговые доллары, которые затем передаются в университет или колледж. Поэтому они, можно сказать, уже заплатили часть денег за свое обучение. Если вы берете плату за обучение в штате, не внося эти налоговые доллары, то многие сочтут это мошенничеством, независимо от того, нашли ли вы способ сделать это на законных основаниях или нет. У меня все еще есть студенческий билет, на котором нет даты истечения срока действия. И сама картинка с моим лицом невероятно темная. Так что меня невозможно обвинить в том, что мой студенческий билет недействителен. Я все еще получаю скидки, используя свой студенческий билет. У меня все еще есть электронная почта, которую я использую для получения огромного количества бесплатного программного обеспечения. У меня есть мотоцикл, но у меня нет гаража. Поэтому в зимние месяцы я беру свой мотоцикл и иду в ломбард. И там уже беру на него кредит в 100 долларов, они его хранят и держат в гараже, а я плачу им 10 долларов в месяц, чтобы возобновить мой кредит. Таким образом, они за довольно небольшую сумму хранят мой мотоцикл до того момента, пока я не приду, чтобы выкупить его. Я работал в ломбарде, люди делали это со своими дорогими украшениями, когда уезжали в отпуск на долгое время. Они просто получали кредит под низкий процент и просили нас хранить их вещи в нашем супербезопасном сейфе. Потому что они боялись, что в тот момент, когда их не будет дома, их дверь могут взломать и украсть много этих дорогих украшений. Мне пришлось парковаться в новом Орлеане на неделю, и это обошлось в 140 долларов. В итоге, я потом пришел к ним и сказал, что потерял свой билет. В таком случае, они должны были отдать мне 50 долларов. Я не потерял свой билет, но я сказал, что потерял. Это было легко. Если мне нужно оставить свою машину в незнакомом городе, я просто оставляю ее возле задней части парковки Walmart. Вокруг всегда есть люди, а также эти парковки хорошо освещены. У большинства магазинов Walmart есть довольно хорошие камеры, у которых практически нет слепых зон. Самый долгий период, который у меня стояла машина на парковке Walmart, был 2 дня, но им, похоже, было все равно на нее. Когда я вернулся в фастфуд, в котором я работал в старшей школе, я получил очень большое количество прикольных штучек, включая подарочные и карты. Я мог бы купить карту за 20 долларов за 10 долларов, а затем использовать эту карту за 20 долларов, чтобы купить себе еду за 40 долларов. Таким образом, я мог легко превратить 10 долларов в 40 долларов. К сожалению, это не продлилось слишком долго, потому что позже меня спалили. Вы должны были использовать подарочную карту, чтобы купить больше половины всех подарочных карт, а затем использовать эти подарочные карты, чтобы купить больше половины других подарочных карт и так далее. Таким образом, вы могли легко превратить 20 долларов в 1000. Не я, а мой брат. Он работал в супермаркете, который давал бонусные баллы заправочной станции за использование карты лояльности супермаркета. И вот, когда какой-то мужчина пришел на кассу, и у него не было карты лояльности, мой брат предложил вместо этого отсканировать свою собственную. Он получил около 1000 долларов в виде бесплатного газа. Когда я давно работал в супермаркете, мой коллега тоже занимался чем-то подобным. Ему это сошло с рук за 3 недели. После того, как его спалили, его, конечно же, уволили. Оказывается, компания контролирует наградные карточки для исследовательских целей. В итоге у них было видно, что этот парень, который работает у них, каждый день несколько раз закупается в их магазине на 5 стерлингов или даже больше. Конечно, они поняли, в чем дело. Итак, мне было 11 лет, и я вместе с семьей был в местном аквапарке. Я действительно хотел пойти в Бургер Кинг в тот день, и мне мой папа неоднократно говорил, что у него не было денег на это. Так вот, в этом аквапарке была какая-то система, которая действовала так, что перед тем, как войти на территорию аквапарка, вы должны были купить браслет за 4 доллара. А если в конце дня вы вернете свой браслет, они дадут вам 1 доллар. Это было примерно в середине дня. Я заметил, что образовалась огромная очередь за браслетами, так что я подошел к какому-то парню, чтобы продать ему свой браслет за 3 доллара. В итоге я продал ему свой браслет за 3 доллара, и ему не пришлось ждать. Ну и он, конечно, заплатил намного меньше. Затем я взял эти 3 доллара и пошел и выкупил 3 браслета у тех людей, которые стояли в очереди, чтобы вернуть их. Я дал им ту же цену, которую они бы получили на выходе, но им бы не пришлось ждать. Я взял эти 3 браслета и продал их другим людям в конце очереди за 3 доллара. Затем я потратил где-то полчаса, чтобы повторить свою схему несколько раз. А потом я вернулся к своему отцу с 40 долларами, отдал их ему и объяснил, как я их получил. И затем я еще раз задал ему вопрос, можем ли мы пойти в Бургер Кинг. Он был такой типа, хм, да, окей, ты выиграл. Это 80 долларов в час. Какого черта ты не возвращался туда каждый день, чтобы зарабатывать деньги? Многие люди на нормальной работе не получают такие деньги. Я купил свой первый HDTV в 2003 году в большом магазине. Парень пытался продать мне гарантию, но я отказался, сославшись на то, что мне не хватало на сам телевизор 2200 долларов и гарантии 450 долларов. Он снизил цену телевизора до 1700 долларов, чтобы я купил гарантию. Через день после доставки телевизора я вернулся в магазин и вернул гарантию. Изменено. Я не часто пытался взламывать систему, поэтому ваша обратная реакция меня веселит немного, ха-ха. Но в своей истории я не упоминал о некоторых деталях, чтобы она была максимально короткой и понятной. Но сейчас я могу эти детали уточнить. Это был фьючер-шоп в Канаде. Продавец был полным эгоистом. Он сказал мне, что если я не куплю их гарантию, то у меня не получится отправить телевизор в сервис-центр. А также он сказал мне, что у телевизора есть всего один год гарантии от производителя. Тогда это просто была распродажа под очень высоким давлением. Так что они пытались убедить меня купить не только телевизор, но еще и гарантию к нему. Когда я привез телевизор, я прочитал руководство и гарантию. И там было написано, что у телевизора есть два года гарантии от производителя. И его могут бесплатно отремонтировать, если с ним не произошло что-то очень жесткое. Это означает, что я должен был заплатить 450 долларов за два дополнительных года гарантии. Таким образом парень солгал мне о реальных гарантиях от производителя, чтобы я купил ту гарантию, которая продается у них в магазине. И да, кстати, когда я купил телевизор, у него сразу была одна поломка и гарантия на нее не действовала. Так что мне пришлось самому чинить ее за 100 долларов. Я продал этот телевизор пару лет назад и он все еще работает отлично, как по мне. Много людей называли меня ужасным человеком из-за того, что я так поступил. Но камон, разве люди, которые взламывают систему, должны быть супер честными? Я работаю в офисе рядом с Walmart, поэтому я хожу туда почти каждый день, чтобы пообедать. В обязательном порядке я обычно собираю выброшенные квитанции от покупателей, которые мусорят или оставляют их в тележках. Затем я использую приложение Walmart Saving Catcher и сканирую штрих-коды. И если цена продукта, который я просканировал, дешевле у конкурента, то я могу забрать разницу. Средства можно обменять на Walmart.com. Я собрал достаточно таких чеков, чтобы купить своим детям батут. Изменено. Вот еще одна моя история. Около года назад я искал хэштегом Walmart в Instagram и увидел, как одна женщина выложила фотографию своей квитанции, чтобы похвастаться, что она наконец-то смогла купить себе продукты. Я украл штрих-код с ее картинки и заработал около 2 долларов. Затем я прокомментировал ее фотографию и поблагодарил ее. Если это действительно работает, то это лучшее, что я видел здесь. Я работаю в Walmart. Большое количество людей не хотят получать свои квитанции. Я люблю, когда ко мне на кассу подъезжает покупатель, закупается на 200 долларов, а затем говорит, что ему не нужна квитанция. И я с этого могу получать деньги, лол. Поэтому не выкидывайте квитанции, ребята. Это не было преднамеренно, но в прошлом году я получил бесплатную поездку на автобусе за 60 долларов. Я случайно забронировал поездку на неправильный день, и я не знал об этом до того момента, как я сел на не свой автобус. Это была 12-часовая поездка, в которой мы должны были пересекать международную границу. Водитель сказал мне, что автобус, который я купил, должен был уехать завтра, и что я не смогу поехать с ним. Я был расстроен, так как я уже заказал двухчасовую поездку на другом автобусе, чтобы добраться до той автобусной станции, и это было около часа ночи. Ему стало неловко, и так как было одно свободное место, он позволил мне сесть на него. На следующий день, когда я приехал, мне пришло электронное письмо, в котором говорилось, что из-за снега, льда, плохих дорожных условий, мой автобус был отменен. У меня был выбор перенести или получить возврат денег. Я не знал, что мне делать, но даже тот водитель сказал мне, чтобы я отменил поездку в течение 72 часов, и мне бы вернули деньги. Бум! Я, можно сказать, получил бесплатную поездку. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий, и, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Удачи! Удачи!